Добрый день, друзья! Весенняя баня Это такая история про воробьишек. Написал её Николай Сладков. Вонятка считал себя знатоком птиц. Ему приходилось держать в клетках чешей, чечёток, снегирей, синиц, щеглов, клестов, зябликов. А сегодня вышел Вонятка из школы и видит, На краю снежной лужи сидят три совершенно незнакомые птички. Ростом с воробья. Одна чёрная, другая коричневая, а третья вовсе рыжая. Прыг-прыг-прыг по гуску до самых хвостиков в лужу. И ну купаться. То грудку обмахнут в воду, а то за док присядут. И бьют-бьют тупыми крылышками по воде. Трепыхаются в ней. Брызги над ними, как фейерверк. В каждой капельке искорка солнца. Выскочили из лужи. Стряхнулись мокрые крылышки, зьерошенные. Перелетели на песчаную дорожку. И вот глупыши. Давай барахтаться в грязной песке. Песок перу прилипает. Измазались все. Не поймёшь, какого они цвета стали. Скоро так песок облипли. Скоро так песком облипли. Что и летать не могли. По земле поскакали. Прыг-дрыг-скок. И опять в лужу. Опять над ними солнечный фейерверк. Да ещё радуга в брызгах. Моются, стараются. Выкупались, вымылись. И выскочили на бережок. Вонятка так и ахнул. Воробьи все трое. Обыкновенные воробьи. Все трое серенькие. Свеженькие такие, чистенькие. А вот вода в луже стала грязной. Понял Вонятка. Воробьи так за зиму измазались. Что на себя стали не похожи. Это они сейчас в бане мыли. Зимнюю грязь себя смывали. С песочком тёрли. Чёрную сажу смывал. Чёрный сажу смывал. Он всю зиму. В дымовой трубе ночевал. Коричневый спал в сыром дупле. В гнилой трухе вымазался. Рыжий в кирпичной стене устроился. В дырке. Вот и стала вода в луже. Чёрно-кирпичной коричневой. С лёгким паром. Крикнул Вонятка воробьям. И побежал домой, разбрызгивая ногами весенние лужи. Видите, после зимы всё кругом становится в саже грязно. Даже воробьишки и то моются. А деревья и траву смывает дождик. И крыши, и дома дождь пройдёт, и вся грязь убежит. Всего вам доброго. До свидания. До следующей встречи. Жду вас.